Суббота не на работу. На Бобруйско-Громаш прошел день открытых дверей и конкурс профмастерства. Сегодня мы объединили два мероприятия. Какими конкурсами удивили организаторы? Жидкая совесть. Контрафактный алкоголь изъят в Осиповичах. Продукция стоимостью более 50 тысяч рублей изъята. Сколько литров в криминальных запасах? Дома лучше. Динамо Шинник возвращается на Бобруйск-Арену 22 сентября. Ребята постараются показать максимально хороший результат. Кто в соперниках? А также честный выбор и на стороне защиты прав. В детской больнице прошла отчетно-выборная конференция. Как оценена работа первички? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко провел встречу с главами Центра избиркомов стран СНГ. Консультативный совет руководителей избирательных органов государств, участников СНГ, создан недавно. Президент убежден. Это свидетельство значимости, которую страны Содружества придают организации выборов и референдумов, а также совершенствованию избирательного законодательства. Электоральные кампании уже давно перестали быть технической процедурой, как я уже сказал. Это уже откровенно будем говорить поле боя предвыборной и выборной периоды, где главным действующим лицом являются органы Центральной избирательной комиссии и избирательная комиссия вообще. Сегодня выборы – это одно из главных, если не главное, политическое событие в жизни любой страны, особенно у нас. Я думаю, уже пора нам прекращать, уделять такое серьезное внимание, отдавать значение выборам. Обычный должен быть политический процесс, тогда и вам будет легче. Качественная подготовка выборов, их прозрачность и честность, гарантия политической стабильности и сохранение мира и порядка в обществе. Александр Лукашенко подчеркнул, выборы должны соответствовать национальному законодательству страны. Важно разрабатывать собственные стандарты. Бизнес под градусом беззакония. В Осиповичах выявлена крупная партия нелегальной спиртосодержащей жидкости. Свыше полутора тысяч литров спирта и почти 200 литров алкоголя иностранного производства без белорусских акцизных марок, такие криминальные объемы были обнаружены в гараже у 45-летнего жителя Осипович. В настоящее время проводится проверка. Спиртосодержащая продукция стоимостью более 50 тысяч рублей изъята. Нарушителю грозит крупный штраф. Итоги пятилетки. В Бобруйской городской детской больнице прошла отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной организации. Заседание не ограничилось работниками учреждения. Бобруйск в этот день посетили председатели Белорусского профсоюза работников здравоохранения Могилевской организации. В зале прозвучал доклад о работе за последние пять лет. Гостями деятельность первички расценена положительно. Мы как отраслевой профсоюз действительно видим о том, что в коллективе проводится достаточно много мероприятий, связанных с профсоюзной деятельностью. И мониторинге социально-экономической защиты членов профсоюза. Освещается в свое время на вопрос правовой поддержки членов профсоюза. Хорошо поставлена работа с молодежью. И самое главное, что проводятся те мероприятия, которые в соответствии с нашей программой, которая утверждена была на пленуме пять лет назад. По результатам голосования председателем первички переизбрана Людмила Ступень, главная медсестра детской больницы. Помимо этого утверждены новый зам, члены правкомитета, общественные инспекторы и делегаты отчетно-выборных конференций профсоюзных структур. Кадры на вырост. На Бобруйско-Громаше прошел конкурс профессионального мастерства и день открытых дверей для детей и их родителей. Праздник не пропустила и наша съемочная группа. В субботнее утро предприятие распахнуло двери для маленьких агромашевцев, детей и работников. Проводить такой праздник стало уже доброй традицией. Четвертый год подряд около 300 ребятишек получили возможность увидеть своими глазами жизнь современного производства, познакомиться с новой техникой и хорошо провести уикенд. Полевая кухня, конкурсы, интерактивные зоны МЧС, фудкорт, а для любителей спорта – зона баскетбола. Этот праздник для нас очень важен, потому что не только наши работники – это ценный ресурс нашей страны в целом и нашего предприятия, но и их дети. Это самое главное, наверное. Мы пытаемся вот этим мероприятием взрастить. У них как раз желание прийти работать там, где работают их мама и папа. Для нас это очень важно. Все очень классно организовано и интересно для детей, поэтому проводить такие мероприятия почаще. Очень понравился праздник. Спасибо поблизко громадше, что для нас и детей сделали такой красивый праздник, хороший праздник. Моему ребенку очень нравится. Ему три годика, но он может от машины вообще в восторге. Не остались без внимания юные художники. Руководство предприятия наградили участников конкурса детского рисунка, но на этом не остановились. Сегодня мы объединили два мероприятия, очень важных мероприятия. День открытых дверей и конкурс «Лучший по профессии». Почему они настолько важны? Чтобы младшее поколение понимало, насколько важна та деятельность, которую выполняют наши работники. Мы сегодня работаем над тем, чтобы уже со школьной скамьи прививать к действительности и обучать настоящего инженера. В продолжении испытания для сотрудников. Мастера своего дела – токари, фрезеровщики, маляры, инженеры-технологи, электросварщики, слесари, электромонтеры продемонстрировали теоретические знания и практические навыки. В общей сложности более сотни человек. К тому же, в этом году впервые показать высокий уровень владения основами менеджмента, логического мышления и вербальных умений было предложено руководителям структурных подразделений и их заместителям. В данном конкурсе участвую первый раз, но в спортивных мероприятиях участвую каждый год. Нам предстоит сделать сборку заготовок, чтобы это было деталью, и поставить на технику. Мы всех коллег друг друга знаем по всему заводу. Посоревноваться между собой и узнать, может что-то трудовое бывает. В конкурсе постоянно у нас вопросы меняются, и задания меняются, по которым мы схемы собираем по электрочасти. День, полный детских улыбок и профессионального мастерства. Для младших воспоминания о визите на Бобруйск-Агромаш в будущем может помочь в выборе места работы. Для старших – лишний раз проверить свои навыки, проявить товарищеский соревновательный дух. Роман Костюков, Елизавета Житкова, Павел Зуев, Бобруйск, 360. Рев родных трибун. В воскресенье 22 сентября «Динамо Шинник» проведет домашнюю встречу против «Динамо СПБ». Петерчане – представители западной конференции «Золотого дивизиона». После пяти игр команда расположилась на шестом месте с пятью очками в активе. Для сравнения, в своей таблице бобруйская дружина – вторая после семи сыгранных. Ранние подопечные Андрея Михалева уже обыграли более статусных соперников, поэтому настрой у болельщиков более чем боевой. Я уверен, что ребята постараются показать максимально хороший результат, поэтому мощная поддержка наших болельщиков нам необходима. После матча с «Динамо СПБ» 25 сентября «Шинники» проведут еще одну домашку со СКА-1946. Завершится сентябрьский марафон игрой с АКМ «Юниор» 30 числа. Свобода заканчивается там, где начинается демократия. Кто и как Трампу не дал в гольф поиграть? Все ответы после выпуска новостей в программе «Политический курс». Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!